Еще одно из важнейших направлений внешней политики Беларуси – арабский мир. Во Дворце независимости сегодня также обсудили вопросы расширения белорусско-египетского взаимодействия. Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта, сенатор – один из инициаторов создания групп дружбы в парламентах двух стран. Однако цель визита египетской делегации выходит далеко за рамки межпарламентского сотрудничества. Это подтверждение тому пятидневная программа пребывания – это посещение экономических и научных предприятий страны с выходом на конкретные договоренности. Ведомство обеих стран сейчас будет работать особенно в тесной связке. На первую половину года запланирован визит президента Египта в Беларусь. Все подробности прямо сейчас у Илона Красоцкой. Каждая встреча во Дворце независимости сегодня так или иначе касалась погоды. Все-таки Сибирь и Египет контрастные по температурным режимам регионы. Наша съемочная группа освещала визит президента Беларуси в Египет, присутствовала на многих переговорах. И, как вот сегодня стало известно, ответный запланирован на первую половину следующего года. Точная дата пока не называется, но, возможно, исполнится мечта президента Египта. В интервью он не раз заявлял, что мечтает увидеть снег. С этого момента в активную работу включаются все ведомства. Можно сказать, начало положено. В эти дни в Минске глава парламента Египта. Несмотря на то, что это первый визит в истории по линии межпарламентских контактов, Александр Лукашенко и Эли Абдель Аль Саед видятся не впервой. Проводили переговоры во время визита белорусского лидера в Египет. Вместе с партнерами арабское государство старается наверстать упущенное за время военных конфликтов, экономического и политического кризиса. Учитывая этот факт, страна вносит свою лепту в разрешение региональных проблем. Господин председатель, позвольте приветствовать вас в Беларуси. Очень важный ваш визит. Очень хорошо, что вы приехали к нам. Вы ближе познакомитесь со страной, обычаями, нашими возможностями. Это очень важно, потому что мы уделяем очень большое внимание, отводим большое место в сотрудничестве между Беларусью и Египтом в контексте наших международных отношений. Мы очень высоко ценим ту роль, которую снова играет Египет на Востоке, в том неспокойном регионе. Очень внимательно наблюдали за последним конфликтом на палестинских землях. И ту роль, которую вы играете в стабилизации обстановки и в урегулировании отношений между Израилем и Палестиной. Сегодня стороны обсудили актуальные вопросы расширения двустороннего взаимодействия с опорой на договоренности, достигнутые двумя президентами. Тогда на переговорах в Каире лидеры договорились, сотрудничество необходимо сделать более полновесным и результативным. Президенты подписали десяток документов, среди них о сотрудничестве в области правовой помощи, сельского хозяйства и науки. По поручению лидеров разработана и дорожная карта развития всестороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое. За январь-сентябрь цифра взаимной торговли приблизилась к 80 миллионам долларов, но, как отмечают эксперты, к концу года превысит сотню. В последний визит, который был совершен нашей государственной делегацией Египет, нам удалось о многом договориться. Мы имеем план действий, как принято говорить, дорожную карту развития наших отношений. Я хочу вас, господин председатель, заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте. Я прошу вас, господин председатель, передать мои самые добрые слова президенту Египта Аль-Сиси. Мы готовы принять его в любое удобное для него время в Беларуси, чтобы он мог также ближе познакомиться с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами. Мы также очень важное значение придаем сотрудничеству наших парламентов. Вы прекрасно знаете, что у нас существуют группы в вашем и нашем парламенте по продвижению этого сотрудничества. Поэтому будем всегда рады приветствовать представителей парламента Египта в Беларуси. Хочу передать вам сердечное приветствие от президента Египта. Он намерен посетить вашу страну в первой половине следующего года. А ваш визит в январе 2017 года в Каир дал огромный толчок к развитию двусторонних отношений как в политической, так и в экономической плоскостях. Мы выражаем огромную благодарность Беларуси за поддержку всех инициатив, которые выдвигает Египет в международных организациях, в том числе в ООН. После революционных событий и политического хаоса современный Египет стремится диверсифицировать внешнюю политику с большей опорой на своих, как заявляют сами египтяне, проверенных друзей. К такому числу относят Беларусь. Этой дружбе, белорусско-египетской дипломатии, более четверти века. Арабское государство для нас не только важнейший партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. Многие проекты удалось реализовать достаточно быстро, именно благодаря дружбе двух президентов. Во время встречи с президентом Беларуси мы обсудили все возможности и вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества. У нас достигнут очень высокий уровень политического взаимодействия с Беларусью. Отношения между главами двух государств сложились очень тесные и дружественные. С конвейеров в Каире сходят белорусские тракторы и грузовики, действуют сборочные производства МАС и МТЗ. На рынке также представлена продукция Амкадора Гамсельмаша. Эти бренды, а также Белкомонмаш, Атлант и ММЗ планируют открыть свои производства в Египте. Дальнейшее экономическое партнерство сегодня обсуждали сенаторы двух стран. Беларусь предлагает Египту активнее развивать промкооперацию и сотрудничать в сфере инноваций. К тому же сегодня укреплен межпарламентский диалог. Подписано соглашение о сотрудничестве. Визит парламентской делегации пятидневный. Гости отправятся в Жодино, на БелАЗ. История поставок нашей карьерной техники в Египет началась еще в 60-е. БелАЗы нужны на разработке месторождений полезных ископаемых, глины, гранита, мрамора. Парламентарии также посетят Академию наук, ознакомятся с производством беспилотников. Ну а новые инфоповоды по линии двустороннего сотрудничества будут звучать очень активно и не только в связи с визитом египетского лидера в Беларусь. Власть арабского государства видит большой потенциал в установлении связи с евразийской пятеркой. Первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом может стартовать уже до конца этого года. Илона Красуцкая, Виталий Селявка, Илья Максимов. Агентство теленовостей.